Всем привет, на связи я Эдскрайбер и сегодня у нас топ 6 телефонов до 100 долларов Легко выбирать смартфон, когда у тебя бюджет не ограничен, купил себе самый дорогой и не паришься Но как быть, если в кармане у тебя всего лишь 100 долларов, а выбор в этом ценном сегменте достаточно большой Представляю вашему вниманию топ бюджетных смартфонов 2018 и 2019 года Итак, начинаем Шестое место это Nubia M2 Lite Экран у него 5,5 дюймов, IPS, центральный камень MTK6750, видеоускоритель Mali-T860 Работает на андроиде 6.0, действительно старенький уже андроид Версия 3.32 и можно установить карточку на 128 гигабайт Основная камера на 13 мегапикселей и фронталочка на 16 мегапикселей Батарея на 3000 мАч Nubia M2 Lite неплохой и недорогой смартфон Технических чудес в нем, конечно же, нет Рекордов в синтетических тестах он тоже не покажет Но пользоваться им приятно В аппарате интересные режимы в основной камере И улучшенная фронтальная Производительность с учетом HD-экрана у смартфона оказалась более чем достаточно для повседневных задач и даже некоторых игр К минусам отнесем то, что у Nubia нет нормального обновления И полагаться можно на кастом, который можно скачать на 4 PDA А в целом мне нравится его дизайн Действительно, за эти деньги он смотрится очень даже неплохо Хотя передняя часть его устаревшая Но на самом деле фирменный дизайн компании Nubia прослеживается даже в бюджетниках И это отлично Шестое место Пятое место Lenovo K5 Play Смартфон Lenovo K5 Play на 8-минденном Qualcomm Snapdragon 430 Двумя или тремя гигабайтами оперативной памяти 6 или 32 встроенной флеш-памяти Работает под управлением Android 8.1 Oreo С собственной оболочкой ZUI 3.7 И это новиночка года на современном Android Поддерживаются две сим-карты, 4G, все остальные дела Bluetooth 4.0, GPS и так далее Как раз в одно время с Lenovo K5 Play вышел телефон Lenovo K5 Оба смартфона заключены в корпусах как бы стеклянной задней панелью Смотрится очень красиво Означается 5.7-дюймовым экраном С разрешением HD+, 8-мегаписельная фронтальная камера И аккумулятором на 3000 мАч Действительно очень-очень достойный телефон Lenovo начинает потихоньку просыпаться Ценники падают Железо остается адекватным за эти деньги Итак, заслуженное пятое место За очень интересный, красивый телефон Четвертое место Honor 7A По характеристикам Здесь дисплей 5.45 дюймов IPS Центральный камень MTK6739 Видеоускоритель PowerVR G8100 Операционная система Android 8.1 Сверху накатили фирменную оболочку EMUI 8.1 То есть все новенькое, отличненькое Основная камера на 13 мегапикселей И фронталочка на 5 мегапикселей Батарея 3020 мАч Honor 7A Это бюджетный смартфон с безрамочным экраном И современным дизайном Анонс данного устройства состоялся в апреле 2018 года Как сугубо бюджетный смартфон Модель Honor 7A выглядит очень перспективно В особенности выделяется камера, современный дизайн И высококачественный FullView дисплей Отличные характеристики за эти деньги Отметим, что Honor Это одна из ведущих компаний в телефонии На этом телефоне будет постоянное обновление Потому что оболочка EMUI 8.1 обновляется регулярно и стабильно Поэтому здесь никаких косяков и лагов Третье место Meizu M8C Легендарная компания Meizu представила отличный бюджетник Вначале пробежимся по характеристикам А значит экран 5,45 дюймов IPS Центральный камень Snapdragon 435 Молодцы Видеоускоритель Adreno 308 Версия начинается от 2.16 Можно установить карточку на 128 гигабайт Версия Android здесь 7.1 Сверху фирменная оболочка Flyme 6.3 Основная камера на 13 мегапикселей F2.2 И фронталочка на 8 мегапикселей Батарея на 3070 мАч Meizu обновила свой самый доступный смартфон Представленный в прошлом году M5C Почему-то перескочив пару цифр Новинку назвали ныне M6C И не M7C А M8C Пожалуй, это один из самых доступных смартфонов С модным соотношением сторон Вытянутого FullView экрана Добротный корпус из поликарбоната И хорошая автономность Довершает портрет весьма неплохого бюджетника Аппаратная начинка здесь самая скромная Но по производительности процессора И графического ускорителя И по коммуникационным возможностям По качеству съемки здесь все отлично за свои деньги И есть определенные любители оболочки Flyme Заслуженное третье место Второе место это Xiaomi Redmi 6A Бюджетник от популярной компании Пробежимся по характеристикам Экран 5.45 дюйма IPS Центральный камень Новиночка Helio A22 Видео старитель PowerVR G8220 Версия начинается от 2.16 Работает под управлением операционной системы Android 8.1 Собственная оболочка MIUI 9.5 Основная камера на 13 Мп F2.2 И фронталочка на 5 Мп F2.2 Батареи на 3000 мАч Xiaomi Redmi 6A Модель начального уровня А за свои деньги Вы получаете не типичный медленный смартфон С глюками А хорошее бюджетное предложение В Redmi 6A Сэкономили на ряде характеристик Но общее восприятие модели Осталось положительным Нормальный дисплей Адекватная скорость работы Хорошая автономность В общем это недорогой Но качественный аппарат Для тех кто знает цену своим деньгам Почему достаточно высокое второе место Здесь новый процессор Это немаловажно Также постоянное обновление от MIUI И это огонь за свои деньги На Тимоле сейчас есть хорошее предложение По этому телефону Если вам нужно что-то недорогое И качественно То Xiaomi Redmi 6A Это тот самый телефон Заслуженное второе место Ну и кто же друзья на первом Это Leica Cool One Давайте пробежимся по характеристикам Экран 5,5 дюймов IPS Центральный камень Здесь только вдумайтесь Snapdragon 652 Построенный по 28 нм техпроцессору Видеоускоритель Adreno 510 В Antutu выбивает приблизительно Около 80 тысяч бемчмарок Версия начинается от 3.32 Работает правда он на стареньком андроиде Android 6.0 Изюминкой смартфона По правую стала двойная тыльная камера Аппарат получил два модуля По 13 мегапикселей С сенсором Sony IMX 258 И оптикой с шестью линзами Со значением апертуры f2.0 Большим плюсом Leica Cool One является его автономность Здесь стоит гигантская батарея Емкостью 4060 мАч При не сильной нагрузке Это вполне хватит на пару дней Управляется смартфон с помощью Android Marshallow 6.1 В целом все запускается быстро Работает ровно, плавно Обеспечивает работу всего устройства Snapdragon 652 от Qualcomm Чипсет известный, надежный В особых комментариях он конечно же не нуждается Всего выпускается 3 модификации этого смартфона Отличающийся набором памяти Оперативный и постоянный Конечно друзья 4 PDA вам в подарок Или 4 PDA вам в подарок Кастомов полно И накатить можно какой-нибудь из них Но за свои деньги друзья Это самое лучшее железо сейчас на рынке Это лучшие камеры и лучшая батарея На самом деле это абсолютный топчик за свои деньги Представляете за 100 долларов Плюс-минус вы можете приобрести Один из самых топовых телефонов В этом ценовом сегменте Друзья пишите в комментариях Что бы вы добавили в этот топ Может быть я что-то не учел Подписывайтесь обязательно на этот канал Ставьте лайк этому видео Если вам понравилась эта идея Пиши любой комментарий Если есть возможность Сделай репост этого видео И не забываем про колокольчик Всем пока-пока Всем хорошего настроения